Когда развелись родители Куандыка, он был подростком. Семейные неурядицы негативно сказались на характере юноши. Он закрылся в себе, заменив реальных друзей виртуальными. В сетях попал под влияние вербовщиков. Псевдопроповедники осветляли ему путь, формируя в неокрепшем мозгу ложные образы силы и мужества. Куандык начал публиковать на своей страничке маджахедов с автоматами, не осознавая, что тем самым пропагандирует терроризм. В истории этого молодого человека главным источником заражения радикальными идеями стал интернет. Если сказать, я в книге никогда не читал на воле. Видео популярности смотришь, по-любому, по просмотру они, по рейтингу побольше. И смотришь, красиво говорят, что-то рассказывают. Так как человек, который не обладает конкретной информацией и знаниями, ты по-любому, если красиво говорят, ты прислушиваться начинаешь. Образ создал человека, верующего, можно сказать, с таким сильным риманом. У Куандыка нет религиозного образования, мечеть он не посещал. Зато без стеснения применял на себя роль имама, консультировал желающих по религиозным темам, отвечал на теологические вопросы, опираясь только лишь на псевдознания, полученные в интернете. Поворотом, изменившим его жизнь, стало знакомство с девушкой там же, в соцсетях. Показывай, что ты сейчас себе можешь защитить, ты такой человек, типа, я же, я, типа, не боишься, там, если надо, вот я, типа, заступлюсь. Ты понимаешь, то есть перед девушкой ты пытаешься себя, как бы, сами понимаете, как супергероя чуть ли не показать. Какие-то вопросы задает, вопросы открыты, например, там. Заходишь в Google, там, вбиваешь, там, первые попавшие сайты, копируешь, отправляешь их, там, даже толком сам не прочитал, сам не вник в этот текст, что там написано даже. И ты берешь и отправляешь этому человеку. К сожалению, из-за своего, из-за своей безграмотности попадает под влияние деструктивных течений. И здесь, конечно же, очень важно обратить внимание на то, чтобы мы уделяли очень большое внимание своим родным и близким. Это одна из самых главных причин, почему люди оставляют своих родных ради чужой страны и чужих целей. Очень важно уточнять, что какие, скажем, направления запретны, какие направления имеют элементы экстремизма, какие направления имеют элементы терроризма. Не обязательно, чтобы это было относящееся к исламу. То есть очень множество направлений есть нетрадиционных и в христианском направлении. По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, 80% молодежи попали в ряды террористов через интернет. Вербовка граждан в деструктивные религиозные течения в интернете ведется через специализированные сайты, социальные сети, таргет-рекламу. Наиболее уязвимое население к таким родом вербовкам – это молодежь, которая очень сейчас жадна к знаниям, они хотят больше информации. И не всегда эта информация является правильной либо проверенной. Поэтому мы, например, тесно сотрудничаем с духовным управлением мусульман Казахстана, у которых есть официальные интернет-ресурсы, где можно найти любую информацию. В период пандемии террористические организации использовали онлайн-формат для наращивания пропагандистской и вербовочной работы, а также для привлечения финансовых средств. Для борьбы с подобными угрозами в Казахстане выстроена системная работа в сети интернет. 20-й век информации – это интернет-ресурсы, на которые вектор внимания направлен более внимательнее. То есть мы проводим экспертизу на интернет-ресурсы, и там у нас выявлено более 2000 интернет-ресурсов, которые далее направлены на блокировку при необходимости, если там обнаружены какие-то деструктивные либо противоправные контенты. В результате с начала года уничтожено более 80 тысяч материалов, пропагандирующих идеи религиозного экстремизма и терроризма. Заблокировано свыше 300 публикаций такого же содержания. В первом полугодии, благодаря проводимой работе, из деструктивных групп в соцсетях удалились свыше 84 тысяч казахстанцев. С нашидами, картинками там, автомат где-то нарисован. Просто для нее заблуждение, типа, я, типа, все знаю, типа, а остальные все заблуждаются в таком характере, можно сказать, вот так вот. Да я внимания не обращал, что они лакают, я же не ради них это сделал. То есть, как бы, внимания на это не обращал, что у меня открыта страничка, то, что доступ открыт, то, что видят все другие. Сюда попав, я начинаю ценить каждую минуту, каждую секунду своей жизни, то, что ты там провел. И вот эти глупые, вот это дилетантство, то, что ты, не имея никакого знания, не понимая ничего, ты лезешь куда, куда тебе не надо. Проводится работа по дерадикализации последователей деструктивных религиозных взглядов. Ею за первое полугодие 2021 года охвачено 44% контингента. У нас с КУИСом, да, по исправительным учреждениям проводится систематическая работа по дерадикализации тех, кто попал в места лишения свободы. Теологи на постоянной основе посещают с лекциями и отвечают на вопросы осужденных, заключенных. В некоторых исправительных учреждениях сформировались уже определенные группы людей, которые изменили свои радикальные взгляды. Они понимают, что свобода вероисповедания в сельском государстве – это тоже очень большое достижение, и с этим тоже можно жить. Суд для Куандыка назначил немалый срок. С ним работают теологи. После приговора сына у отца-спасателя случился инфаркт. Мать-преподаватель сильно постарела. Любая война – это война для негодяев. Для молодежи, я бы сказал, что если хотят совершать намаз, хотят вообще мусульманинами стать, пусть идут вопросы, задают имамы, идут в мечети учатся. То есть вот это дизельтанство, оно не надо. Это очень глупый подход. Сегодня Куандык в колонии строгого режима. Больнее всему ему осознавать, что попал он сюда из-за собственного дилетантства. В свободное время работает в швейном цехе. Трудом своим хочет вернуть доверие государства и общества. Хотя понимает, что в его случае это очень непросто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова